В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, начальник миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк. Здравствуйте. Уже, можно сказать, больше года Украина пересекает границы без виз. Поэтому давайте поговорим о том, какая сейчас ситуация с биометрическими паспортами и спал ли ажиотаж. Ажиотаж спал во многих регионах Украины, но никак не в Одесской области. У нас очереди, собственно говоря, остаются. Запись, которая идет через электронную очередь на полтора месяца вперед, она забита вся полностью. Есть талоны сегодня на сегодня. То есть многие из людей, кто записываются, не приходят. И мы где-то в каждое подразделение, человек 10-15, каждый день еще принимаем тех, которые из очереди. Но это очень неудобно. То есть если есть возможность записываться заранее, то лучше записываться. Но плюс совпадают сезонные пики оформлений. Обычно это перед летними отпусками и перед Новым годом. Вот сейчас мы наблюдаем как раз этот же пик. И особенно у нас сейчас пошли детки. Документирование ребенка отдельным паспортом давно уже проговариваемая тема. Люди делают это все про запас, чтобы было, потому что не ровен час ведут. С детками вообще сложности при пересечении границы. Во многих случаях, что как раз летний сезон начинается, когда дали доверенность на ребенка, но не положили свидетельства о рождении с собой. А соответственно, как убедиться, от кого эта доверенность. То есть в паспорте родители не указаны. И опять же моменты биометрический, небиометрический паспорт. У родителей биометрический, у ребенка небиометрический обнаружилось на границе с Польшей. То есть вот такие ситуации у нас не одинокие. Ну и есть моменты, опять же, совпадающие изменения законодательства касательно иностранцев. И пользуясь эфиром, я бы хотела обратить в первую очередь граждане, которые здесь проживают, иностранцы по временным видам на жительство. Студенты, по браку, по трудоустройству. Обратите внимание на изменения законодательства с 1 июня. Ознакомиться можно на сайте миграционной службы. Можно подойти к подразделению миграционной службы, почитать. Основное, что поменялось. Подача документов на продление теперь происходит за 15 рабочих дней. Ранее было за 10. У нас каждый день огромные истерики у людей, которые пришли вовремя по старому законодательству и оформяли документы ранее. Нигде не прочитали, не увидели и не отслеживали изменения. И, собственно говоря, на сегодняшний день необходимо сдавать вид на жительство, выезжать и получать, приезжая новые. Что касательно электронной очереди. Если ранее, вот мы с вами год назад в этой студии беседовали о том, что записаться в электронную очередь можно, но надо в 23.45 зарегистрироваться на сайте. В 0 часов будет обновление, новые окошки. На сегодняшний день новые окошки появляются, но разбираются они уже не за 15 минут, как ранее были в начале первого, а разбираются уже до 9 утра следующего дня. То есть, в принципе, это говорит о том, что идет насыщение рынка. Это административные услуги, как получение биометрического загранпаспорта. И, по идее, уже будет более-менее спад и, соответственно, войдет уже в колею обычного обеспечения граждан загранпаспортами. Хотела бы обратить внимание на сроки. Наши граждане, опять же, продолжают, мило, не имея паспорта, покупать билеты, авиабилеты, путевки и так далее. Лето, сезон горячих отпусков. Рассчитывая на то, что все-таки получат? Да, на сегодняшний день паспорта еще не достигли по срокам изготовления так, как задекларировано, то есть 10 дней, 30 дней. То есть, срочные паспорта у нас приходят до 2,5 недель, иногда 3. Несрочные паспорта уже чуть менее 2 месяцев. Планирует полиграф-комбинат в июле месяце запускать новую линию печати, 4. Соответственно, можно рассчитывать, что с конца июля очередь на печать паспортов будет уже разобрана, и паспорта будут приходить вовремя. Но на сегодняшний день настоятельно рекомендую, обращайте внимание, что сроки изготовления паспорта из-за повышенного спроса по всей Украине до сих пор еще не вошли в те рамки, которые оговорены непосредственно при заказе админуслуги 10, 15 и 30 дней. Вы сами подчеркнули, что именно в Одесском регионе не спадает ажиотаж. С чем это связано? Мы чаще всего путешествуем? Вы знаете, с чем связано? Во-первых, это приграничная территория. Аналогичная ситуация у Львовян, Польша. Во-вторых, к нам едут оформлять из других регионов. К нам много едет крымчан, потому что технически не секрет, что им несложно добраться в Одессу. Особенно их интересует рынок, седьмой километр. У них достаточно плохо сейчас с поставкой товаров. То есть едут сюда скупиться, соответственно, записываются через электронную очередь, приезжают к нам. Большое количество украинцев живут с украинскими паспортами в Молдове и в Приднестровье. То есть, соответственно, им тоже оформить загранпаспорт надо ехать в Украину, потому что в посольстве эта услуга стоит дороже и гораздо дольше ожидать посольствия Украины в Молдове. Аналогично у нас ситуация из граждан состоит еще жители соседних областей. Во многих еще нет электронной очереди, и необходимо стоять в подразделениях, вот как было раньше, со списочком, отмечаться, приходить с ночи. У нас этого нет. То есть, если вы зайдете в любое подразделение миграционной службы, один-два человека сидят с талончиками, ждут, когда кто-то не придет в очереди. То есть все приходят по электронной очереди, порядка 800 человек в день. Время ожидания до 15 минут, как правило, вообще вот в рамках. То есть каждые 10 минут заходит новый человек в кабинет на оформление из электронной очереди. Нам очень помогают СНАПы, потому что у них запись есть, но у них гораздо дольше, больше период. То есть у них запись на сегодняшний день, если не ошибаюсь, уже на октябрь-ноябрь. Опять же ДП-документ. То есть работают максимально все подразделения миграционной службы. Вы частично уже говорили сегодня о детях. На сегодняшний день какой порядок действует у пересечения границы с детьми? Если едут оба родителя с ребенком, то в такой ситуации за гран-паспорт, свидетельство о рождении оба родителя. Забывают брать свидетельство о рождении ребенка. Но каким образом работник по гран-службе может увидеть, кто родители, кто дает разрешение на пересечение несовершеннолетнего? Только свидетельство о рождении. Если же пересечение идет с Российской Федерацией границы, то достаточно и свидетельство о рождении. Не обязательно иметь загран-паспорт. Граница с Белоруссией. Обращаю внимание, очень многие автобусные маршруты в Российскую Федерацию, у многих много родственников там, следуют через территорию Белоруссии. На границе обязательно ребенка без загран-паспорта снимут. То есть обращайте внимание на путь следования автобуса. Территория Молдовы, соседние пересечения, тоже нужен загран-паспорт. То есть если мы говорим о Турции и Египте, то не обязательно, чтобы ребенок имел биометрический. Особо хочу обратить внимание, детские паспорта действуют 4 года. Если срок действия паспорта менее полугода, авиаперевозчик, пограничники имеют право отказать пересечение границы. Как взрослому, соответственно, с паспортом на 10 лет, так и ребенку. Что поменялось в законодательстве? Большой плюс на сегодняшний день ребенок может пересекать границу, если один из его родителей не уплачивает алименты на его содержание. И это официально должно быть подтверждено справкой государственного исполнителя. В такой ситуации эта справка заменяет разрешение второго родителя на пересечение границы. Что касательно, если ребенок путешествует с одним из двух родителей, то второй, остающийся на территории Украины, должен дать разрешение нотариальное на пересечение границы. Если же едет вообще посторонний человек, бабушка, дедушка, брат, сестра, тренер, то в такой ситуации должно быть разрешение от двух родителей. Если один из родителей умер, свидетельство о смерти, нотариальная копия. Если родитель без вести пропал решение суда, оригинал, заверенная печатью, суда с отметкой вступило в законную силу. Если родитель лишен родительских прав, соответственно, оригинал решения суда о лишении родительских прав с обязательной отметкой вступило в законную силу. Вот эти несложные правила у каждого человека в отдельной ситуации, его семейной, личной, и не будет проблем при путешествии. На ваш взгляд, с момента, когда в Украине наступил безвиз, украинцы стали реже нарушать порядок пересечения границы? Украинцы стали грамотнее в этом вопросе, это однозначно, потому что благодаря масс-медиа, СМИ, вопрос безвиза, вопрос пересечения границы, который ранее был непопулярен, стал один из лидеров обсуждения. Соответственно, мы с вами, когда говорим о безвизе, здорово есть биометрические паспорта, но параллельно мы обсуждаем, какие документы должны быть на деток. То есть это требование нотариального разрешения родителей, оно было всегда при независимой Украине. Но, к сожалению, очень часто люди жалуются на то, что негде спросить. Благодаря тому, что вопрос в последний год безвиза актуален, то именно параллельно проговариваются все моменты, люди стали гораздо грамотнее в отношении вопросов пересечения границ. Кроме биометрических паспортов на сегодняшний день, какие задачи основные в летний период стоят перед миграционной службой? Борьба с нелегальной миграцией. Одесский регион в этом плане лидер по привлекательности для иностранцев. Соответственно, у нас приезжают турки, все видят на улицу города, приезжают граждане Молдовы, приезжают граждане других стран, которые остаются здесь после разрешенного срока пребывания в 90 дней за последние 180. Основная задача миграционной службы – это борьба с этими нелегалами. У нас регулярно Одесса делит с Харьковом первое и второе место в зависимости от учета сроков подведения итогов в отношении количества выдворения, помещения в ПТПИ, пункты временного содержания иностранцев. Это, собственно говоря, режимное заведение, откуда невозможно выйти просто так. То есть по решению суда туда помещается человек и в это время решается на государственном уровне с консульскими учреждениями, с МИДовскими посольствами о документировании этого человека и отправке в страну гражданства. В Одессе этот вопрос стоит, я вам скажу, очень остро, особенно сейчас летний период. То есть в Одессу приезжают граждане других стран, многие не совсем положительными целями и совместно во многом с правоохранительными органами мы отрабатываем. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях была начальник миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк. Меня зовут Валерия Володина. Оставайтесь с репортером.